Всем привет, меня зовут Эд и с вами Проект Магнит. Австралийца Криса Барнса уже давно называют Данди кенгуру. А потому что много лет назад он как-то раз наткнулся на труп кенгуру, в сумке которого всё ещё находился маленький кенгурёнок. Тогда Крис впервые взял к себе в дом малыша и начал того выхаживать. Позже он нашёл ещё двоих кенгурят и понял, что это неспроста. Вскоре его жизнь полностью была посвящена спасению маленьких кенгурят, которые не могли бы выжить без матери, которую либо убивали браконьеры, или же сбивала машина. На накопленные средства Крис построил маленький сарай, адаптированный под дело всей его жизни, в котором и по сей день он ведёт активную деятельность. Благо, что после сюжета от BBC люди стали жертвовать деньги в помощь кенгурятам и стало намного легче. Сейчас в его спасательном центре находится 30 кенгурят, представьте себе. Но Крис не один такой. Офицер австралийской полиции Мэйсон нашёл маленького кенгуру в отдалённой части Западной Австралии. Он лежал на обочине рядом со своей мамой, которую сбила машина. Парень забрал его в участок совершенно тощим и обезвоженным, и по непонятным причинам не стал отдавать малыша в руки ветеринаров, а взялся самостоятельно его выхаживать, предварительно оформив все документы, в том числе и опекунство. Да, ребята, и такое бывает. Мэйсон целых 18 месяцев выхаживал кенгурёнка, пока не добился полного выздоровления и адаптации. Теперь эти двое напарников стали любимцами Австралии и настоящими знаменитостями. Вот такая классная история. А мы идём дальше. Знакомьтесь, Стив Грейг – обычный молодой человек, который прославился своей любовью к животным. И то, как он проявляет эту любовь, просто поражает. Дело в том, что Грейг с самого детства рос на ферме и был окружён животными, а когда он начал жить самостоятельно, у него всегда были три или четыре собаки рядом. И с прошествием лет смерть каждой становилась катализатором к появлению нового питомца. В его доме в Денвере в Колорадо на данный момент живёт 10 собак, в основном пожилые. Свинья, два цыплёнка, две утки, два голубя, несколько кошек и кролик. После смерти своего очередного четырёхногого друга, Стив поехал в приют, где взял под своё крыло больную собаку с шумами в сердце и воспалёнными коленями. В какой-то момент он почувствовал, что именно таким животным в последние годы их жизни нужен дом и заботливый друг рядом. И как ни странно, все, кому он дал крышу над головой, проживают куда больше отведённого им срока. Само собой, забота о такой команде занимает очень много времени, и поэтому Стиву каждый день приходится подниматься в 5 утра и готовить еду для всех. А его выходные проходят в поездках к ветеринару и выполнении его назначений. Сам Стив говорит, что забота о животных делает его жизнь наполненной смыслом. И ещё ему нравится просто проводить с ними время. Если какое-либо животное умрёт, он планирует приютить другое, чтобы не нарушать традицию. Такие дела. Эта история покорила интернет своей зашкаливающей милотой. В одном из приютов для животных была собака, которая отказывалась что-либо есть и пить. Решива, что бы то ни стало спасти истощённую собаку, ветеринар Энди Матис придумал, как добиться её доверия. Мужчина забрался в клетку, поставил перед ней миску, а сам стал завтракать в противоположном от собаки углу. И этого оказалось достаточно. Собаке по кличке Грейси просто нужен был друг. Чьё-то внимание и поддержка. Проводя аналогию с нашей с вами жизнью, можно с уверенностью утверждать, что и каждому человеку и проблеме можно найти подход, если сменить стратегию агрессивности на мягкость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А этого храброго японца Наото Мацумура знает вся Япония. И скоро узнаете и вы. Его прозвали последний фукусимец. Наото Мацумура натрез отказывался от эвакуации из зоны бедствия. А храбрый он потому, что является единственным человеком, проживающим всего лишь в 9 километрах от той самой атомной электростанции Фукусима-1, где случилась авария. И кто не знает или не помнит, вот вам кадры, которые напомнят о том, что тогда произошло. Ситуация на одном из крупнейших в мире атомно-энергетических комплексов Фукусима-1 близка к критической. Уровень радиации в одном из реакторов превышен в тысячу раз. На объекте началась неуправляемая цепная ядерная реакция. Вследствие этого более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Наото тоже тогда уехал, но потом начал беспокоиться о брошенных ими животных. Не желая, чтобы его скот голодал и умер мучительной смертью, он решил вернуться обратно в том йоку. Он прекрасно понимал, чем рискует, но бросить умирать там животных он не смог. С одной стороны это очень бездумный поступок, но с другой очень великодушный. Когда Наото оказался на месте, он был потрясен. Так много животных было брошено на произвол судьбы. Он ездил по городу, спасая всех животных, которых только мог. В то время как правительство решило уничтожить их из соображения гуманности, так как те были заражены радиацией. Однако Наото вызвался заботиться о них и отстоял их право на жизнь. Он сказал, что не уедет обратно и до конца останется с ними. В этом его поддержало население Японии. Жить и ухаживать за животными у Наото получается только за счет пожертвований. Мацумура прекрасно знает о смертельной опасности излучения, и вот что он говорит. «Я знаю, что нахожусь в радиоактивной зоне, и по словам врачей, моя жизнь существенно сократится. Однако я и так не молод и не вижу ничего страшного в том, что могу прожить на 10 лет меньше. «Укорачивая свою жизнь, я продлеваю жизнь животным. Это вполне хорошая плата», — говорит этот самоотверженный. И доброй души героический человек. «Укорачивая свою жизнь» Спасибо за внимание, ребята. Оставляйте комментарии, оцените этот ролик. И до скорых встреч. Ваш проект Магнит.